максимально невероятные истории я не знаю в чем дело короче сегодня я поехал автостопом в минск вот и как я поступаю это очень важно очень важно понять я с утра проснулся сходил в душ то есть начисто помылся побрился все вообще сделал что надо голову помыл отдел все чистое абсолютно с нуля майки кофты штаны все 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 чистое оделся во вторых вы знаете ну я босиком вы знаете на улице там что-то плюс 2 вы знаете что ноги у меня не пахнут никогда когда я босиком это это железобетонно сам я тоже не не вспотел не бежал ничего то есть не воняю сто процентов почистил зубы да у меня есть вам проблемы с некоторыми зубами они там с гнильцой там что-то еще и действительно изо рта может конечно пахнуть это я все к чему что я и еще раз ноги не воняют сто процентов я сам не воняю сто процентов одежда не воняет сто процентов чуть-чуть я зажег полосанта с утра чуть-чуть реально я уверен что я не пропитал то и полосанта не пахнет в рюкзаке у меня все закрыто все герметично тоже ничего не пахнет то есть там термос еда все остальное то есть никакого запаха от меня сто процентов нет ну конечно к сожалению ну как бы проверить кем-то нет единственное что может быть даже несмотря на то что я посетил зубы у меня воняет изо рта может быть и я сидел на заднем сиденье меня подобрал человек с баранович и сел и мы говорили вообще обо всем на свете говорили 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 и доехал я ну реально много сначала когда я сел все было хорошо мы поговорили все было хорошо сидел на заднем сиденье он впереди он один ехал ехали все супер потом говорит по работе надо поговорить окей позвонил по работе потом молчали еще минут то есть ехал я с ним может быть полчаса и тут мы продолжаем дальше ехать я им сказал про босые ноги про внешний вид что-то еще он нормально в целом к этому отнесся чуваку примерно на вид лет 35 и что происходит дальше едем едем и дальше я им я ему говорю о машина остановилась я ему говорю про то что постараюсь сейчас договорить я ему говорю про то что вот на кресте насидел там еще что-то такое да я сам понимаю такой ситуация в стороне все остальное и вот он сказал не знаю как сказать дружище короче то ли в ноги воняют у тебя то ли что но давайте сейчас высажу типа на остановке а дальше ты сам как-то добьешься я бы ладно без проблем его но у меня ничего не воняет от 100 процентов я понюхал может и экзак может что быть не знаю что это я бы может благовония нет он будет ничего лично я бы муки ничего личного так ничего лично может быть у меня вонялась за что-то ситуация для меня просто невероятно я не знаю что действительно ему пахло или его смутили мои разговоры не знаю что это здрасте подвезете до минска супер я чуть-чуть себя снимаю вас не буду не беспокойтесь я просто сейчас пришла ситуация странная короче я еду с баранами еще автостопом и а конечно конечно хорошо нет смотрите мир не без добрых людей путешествую автостопом очень давно и я вот босиком получается уже 6 лет хожу и особенность в том что как раз таки когда я раньше ходил в обуви у меня воняли очень жутко ноги я когда хожу босиком они никогда не пахнут то есть естественно вентиляция все остальное и вот сейчас произошла очень странная ситуация как мне кажется меня прямо из баранович только дошел до трассы подобрала машина легковая один мужчина я сел сзади и он там с прицепом ехал и вот мы начали с ним разговаривать я там сказал про закалку что мне там не холодно путешествую году я тоже когда-то путешествовать все здорово общаемся минут 15 потом такой надо по работе окей позвонил по работе потом начали дальше обсуждать там женат не женат я им там даже сказал про жену и рассказал ему начал уже рассказывать потому что у нас там там законом проблемы вот у меня в метро были проблемы с тем что босиком нельзя там не пускают что-то еще и вот я им все рассказал все клево все окей и потом рассказал что наконец-то на меня посадили короче ну типа что ни за что и вот недавно летом я отсидел и все дальше все здорово я вот разговариваю сговорю сговориваю и он такой будет слушай дружище не знаю как сказать и такой типа сворачивать на вот эту вот заправку я такой то что такое говорите типа как есть все нормально я такой же понимаю наверно что он хочет то ли чтоб я вышел то ли он хочет заправиться то ли что такое ну как бы по пути всякое бывает он такой говорит слушай я не знаю то ли ноги воняют то ли что он говорит я тебя сейчас высажу и ты дальше сам доедешь я говорю ладно хорошо без проблем меня начал так беспокоиться потому что никогда никто не говорил что у меня воняют ноги за шесть лет и я такой я такой думаю может аюкзак у меня там термос чай я такой нет аюкзак не пахнет ничего котик котиков нету никто не описал одежда вся чисто сам весь помылся ничего лишнего я культа нет все нормально я такой думаю может благовония но тоже опять-таки я почти сегодня не жёг и все я буду все типа не проблема вот я вышел и вот у меня вопрос я не воняю вы пока не чувствуете вот отлично если что может быть я короче ну типа еще не залечил до конца зубы но я точно чистил прям идеально сколько можно было может чуть пахло из зажда но опять-таки я сидел сзади не говорил ему там прямо в лицо что-то в этом духе ну и поэтому же мы очень долго с ним ехали а он решил что воняет ноги так что если что просто смотрите ну высаживайте меня без проблем потому что я действительно не хочу никому подчинять никакого дискомфорта это как бы очень для меня важно комфорт водителя так что высаживайте я просто решил это заснять потому что такой истории невероятной нам со стопи мне еще никогда не было я просто настолько уверен все все чистое все идеально помыто я никуда не бежал не вспотел на улице там плюс 2 градуса такие дела так что все если вдруг воняю просто выгоняйте меня потому что это 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 ужасно вот такая история может быть конечно его истории про там мака истина напугали ли что я не знаю не был похож на человека лояльного власти довезли меня до минска и вот это второй водитель я у нее спросил все-таки в конце пути вот мы разговаривали на все все темы насчет там мухоморов насчет обо всем вообще говорили о ситуации и так я говорю ну что я не вонял вообще никакого запаха он такой нет просто сделал вывод подытожил сказал просто чувак испугался базара ну типа разговора его вот это стоймануло стопудово что я сидел на крестину некоторые люди боятся не знаю его позиции но то что я не воняю я чистый сигарну всегда на автостопе чисто не воняю и это все точно железобетонно так что ребята не беспокойтесь со мной общаться я не вонючий хоть я и панк но я не воняю чистый чистый опрятный фактически не воняющий и езжу автосоп я беспокоюсь о людях которым которым со мной нужно иметь что бы никакого дискомфорта и какого дискомфорта они не испытывали на этом все пришли к выводу в итоге что меня человека высадил потому что он был поддерживал эту власть типа он я батька и мы решили что он высадил меня именно по этой причине из-за политических взглядов ну бывает но надо было сказать честно все таки взрослый мужик мог бы сказать правду а не выдумывать глупости про то что у меня что-то воняет вот такая история на этом выводы делайте сам каждый как может